Уникальных, познавательных, интересных, а самое главное актуальных и популярных новостей в сети. Когда Рут Смитерс, любимая супруга преподобного Смитерса из методистской церкви, написала книгу «Секс. Советы для супругов» в далеком 1894 году, она, вероятно, имела очень серьезные намерения, но сегодня ее советы выглядят, мягко говоря, до боли смешно. Вот 9 физических советов о том, как хрупкой женщине выжить в страшном мире этого отвратительного и безумно раздражающего секса, который так любят эти грубые мужчины. Приличной женщине это нравиться, конечно, не могло. Поэтому, давая мало, давая редко, а главное, давая неохотно. А то большинство мужчин, если им не запрещать, требовали бы секса почти каждый день. Миф о больной голове не вчера родился. Лучшие друзья женщины в этом вопросе – это симуляция болезни, сонливости и головной боли. Примирительный секс был не в почете. Ссоры, капризы, скандалы, свары, семейные сцены также могут оказаться весьма эффективными или использовать их поздним вечером. Ну, естественно, дабы избежать секса. Шаг в право, шаг в лего – извращение. Большинство мужчин по натуре своей являются довольно извращенными существами. И если дать им хоть половинку шанса, они охотно примутся за самые разнообразные и при этом просто отвратительные практики. Среди прочего, это исполнять нормальный акт в ненормальной позиции, касаться губами женского тела и предлагать свои мерзкие тела, чтобы в свою очередь была быть подверженным тому же действию. Ну, я думаю, все поняли, о чем идет речь. Вот такие вот правила, и это еще далеко не все, да, правила, которые она писала в своем издании госпожа Смитерс. Ну, я думаю, что вполне эта книга может зайти за любой сценарий.